Утро, ну а в некоторых странах и городах уже вечер. Нет, еще. Еще, еще вечер, да, простите, еще вечер. И поэтому мы решили поговорить вечером. Ну и, конечно же, вечером. Good evening, New York. Говорим пятиминутка разговоров по-английски и, конечно же, будем говорить с очаровательной. Сивиле Мустафаево, наш педагог английского языка. Здравствуйте, Сивиле. А джимони? А сегодня, сегодня будем... А как это называется? Talking, да? Talk. Modern talking, помните, да, современный разговор, перевод. Многие даже и не знают, что такое. Сегодня мы будем говорить с вами об ограничивающих убеждениях. Как вы думаете, каким образом это связано с английским языком? Ну, я думаю, непосредственно, да. Что такое ограничивающие убеждения? Это ложные, в основном, мысли, чувства и убеждения, мысли, формы, верования человека. Если мы говорим о теме английского языка, с помощью которых человек сам тормозит себя, тормозит свой прогресс, свое развитие в иностранном языке. Ограничивающие убеждения – это своего рода такие рамки, которые человек выставляет себе. И я бы назвала это условия, которые он считает верными для изучения языка. Но в основном это условия всегда у нас люди думают, что где-то там лучше, мы там выучим, а здесь нет. Вот, соответственно, ограничивающие убеждения, типа, я перечислила. Так, ну вот я смотрю, якобы вот Англия у нас там, Россия – это здесь. Там лучше, да? Там как бы, ой, поеду за границей, там быстро научусь. Да, смотрите, для этого я вам приведу пример одного интересного исследования, которое провели ученые. Ученые взяли две группы студентов и начали писать контрольные работы. Первой группе студентов они сказали, что мы будем сравнивать вас с другими группами, и успеваемость была во втором тесте намного ниже. Вторую группу студентов охарактеризовали тем, что вы будете заниматься и писать тест, и вас будут сравнивать только с самим собой. И показатели во второй контрольной были намного выше. То есть студенты не сравнивали с кем-то, а сравнивали с самим собой. Поэтому давайте с вами обсудим вот эти вот ограничивающие... Типа ОУ, это что такое? Ограничивающие убеждения? О, это ограничивающие убеждения, да. Смотрите, первое убеждение – это если я живу там, за границей, то я лучше выучу английский язык. Ничего себе, а это не так? Нет, это на самом деле не так, мы с вами сейчас разберем. Второе – общается только там, в стране. Если только там, в стране, я буду общаться, то только там я выучу английский язык. Смотрите, если мы живем за границей, все ли достаточно долгий период времени говорят на английском? Ой, нет, конечно, за миллион людей, которые живут по 10, по 15 лет, абсолютно не знают языка. Вон у меня соседи снизу, абсолютно не знают русского языка. А где они, в какой они стране? В тиргизии, что ли? Нет, они приехали-то в Россию, а говорят только на своем языке. Пример какой-то не очень хороший так, да. А на улице 26 бакинских комиссаров, там вообще одни бакинские комиссары ходят. Я вот тут недавно был на 26 бакинских комиссаров, очень редко слышна русская вещь. Ну вот, как раз, мне кажется, пункт номер два. Смотрите, второе, общаться можно только там, в стране. Вы знаете, можно создать среду здесь, можно найти друзей через скайп, можно найти друзей через фейсбук, через различные сайты. И общаться с ними здесь намного больше, чем там, за границей. И я вспоминаю себя, когда я только приехала с Англии, я устала отвечать на сообщения. А как, а какой, вот вспомните себя, вот вы в Англию, вот в Хитроу, да, прилетели, наверное, в Хитроу, да, вышли, и вот, и какую-то первую фразу вы сказали там, какую первую фразу? Вот, кстати, интересный пример, Ярослав, я первую фразу, наверное, сказала, где здесь я могу получить багаж, where can I get my luggage? Как это звучало? Where can I get my luggage? А, и понял вас вот этот, а там он в пробковом шлеме стоял такой, да, нет? Ну да, они были в униформе определенной, да. И что он так на тебя, так понял вообще? Русская такая, да, лучше ответить. А цель вашего визита они спрашивали? Нет, не спрашивали цель моего визита, они меня прекрасно понимали, потому что я приехала уже в Англию, зная английский язык. Я создавала среду языковую здесь для себя, соответственно, там мне было легко. Хорошо, ну что ж, вернемся к четвертому пункту, что же у нас там? У нас есть еще третий пункт, живой настоящий язык можно выучить только там. Как вы это понимаете? Ну это вот именно с носителями языка якобы можно общаться только там. А что такое живой настоящий язык? Я не знаю, это все-таки разговорный язык, который, вот, ну смотрите, вот как правило, многие думают, ой, у нас великий и могучий русский язык. Задумайтесь, дорогие друзья, ну в лучшем случае вы, ну, полторы тысячи, две тысячи слов используете в своем обиходе, вы больше не пользуетесь. И когда вас начинают грузить какими-то сложными русскими словами, русскими, вы даже не понимаете, правда, да? Да, правильно, смотрите, живой язык это тот, на котором люди действительно каждый день говорят. А ту же самую языковую среду можно устроить здесь, в скайпе, познакомиться с людьми, общаться с ними через интернет. Вот давайте так, все-таки мы обещали, что 5-5 минутка разговор по-английски, и у нас есть телефонный звонок, сейчас Савиле будет вести диалог на английском языке. Пожалуйста, Савиле. Hello? 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 Do you speak English? Конечно, хочу. No, do you speak? No, no, no. I speak German? Yes, yes. А давайте спросим как раз. Да, но спросите все равно, что нужно. What is your name? My name is Boris. О, вот видите, а вы говорите, что вы не говорите по-английски. Ладно, продолжаем диалог. Хорошо. Смотрите, а вы хотите выучить английский язык, а почему вы его не выучили? А я не хочу изучать английский язык, мне все устраивает, интернет, с помощью переводчика общаться, ну, speak чуть-чуть на пальцах, ну, хватает. Ну, в общем, нет проблем у человека с языком. Да, ну, а вот вдруг так вот судьба вас забросит, ну, вот смотрите, да, нет никакого интернета, а вы в Южном Броксе, и вокруг вас чернокожие ребята такими с большими цепями, да, они на тебя смотрят, ну, там, как это, Сахарок называют, да, такие белые, вот, и говорят, ты откуда Сахарок? А как чернокожие... Сележок же они, наверное, называют. Сахарок. Ну, да, просто... Подождите, давай представьте, давайте, давайте, как вот... Откуда вы Сахарок? Да. Where you from, dude? Вот-вот спросил этот чернокожий парень, похожий на борца нашего сумоиста какого-нибудь, ну, и что вы ему ответите? Я? А я в сторону молчу, я туда не поеду. Нет. В общем, человек не хочет. Нет, подождите, мы рассматриваем ситуацию, неожиданно судьба забросила вас, это вот просто не обсуждается. В Южном Броксе вы находитесь, но это то же самое, что у нас 26 бакинских комиссаров, примерно то же самое. Да нет, 26 бакинских комиссаров это милый уголок, никто не спорит. Нет, надо что-то кричать, я не знаю, что-то объяснять им, может быть, спеть. А может быть, вы спели бы по-английски «калинка-малинка» и они бы вас отпустили. Как «калинка-малинка», «калинка-моя»? «Калинка-малинка» так не переводится. А «калинка-моя»? «Калинка» это как ягода, это русское слово. Хорошо, «расцветали яблони и игруши», как в английском спеть? «Apples blossomed», это очень художественно. Только можно там в рэпингах «Apples brothers» Я думаю, что Ярослав бы не потерялся именно там. Если вы все-таки решите уехать куда-то в Англию, звоните Ярославу, он вам… В Англию, мы про южный бронз говорили. Да, именно, звоните Ярославу, он вам покажет и расскажет, как тебе нужно вести с такими ребятами. Ладно, хорошо, давайте еще с Севиле с вами немножко поговорить, потому что просто так мы вас все равно не отпустим. Севиле, может, что-то пожелаете человеку сначала на английском, потом переведете. Окей, I wish you a good day. Have a good day. Как переведете? Мой школьный английский многолетней давности. Good day. Good day. Ну, это совсем… А, ну, хорошего дня, понятно. О, давайте, видите. Ваш день. Еще что-нибудь, Севиле? Окей, today the weather is very sunny. Как переведете? Так, сегодня, а дальше я не помню. Weather? Sunny. Как переведете санни? Санни. Санни? Санки. Санни, помните, это бы не было. Санни, санни, что-то там они там какие-то… Ну, Саню какую-то назвали там все. Саня там… Саня на санях. Да. Ага. Ну… Санни. Я пас. Санни. Солнечная же, да? Да, сегодня солнечная, сегодня солнечная. Солнечная погода, да, да, вот этот Боб… А как его звали там этот? Боб Фаер, да, или как? Да. Ну, что ж, давайте уже все-таки вот к нашему солевой комнате… Да. Давайте так. Сейчас Савеля объявит приз. Это сертификат на посещение солевой комнаты на десять сеансов. Как по-английски будет? Окей, у вас есть сертификат на посещение солевой комнаты на десять сеансов. И у вас есть десять сеансов. Тен сэшенс. Тен сэшенс. Стоимость – две тысячи рублей. Да, это самое важное. Ага. Броситься к человеку туда. Нет, мы-то вам вот приготовили супер-приз, как и обещали, просто немножко вас пытали по-английски. Вы будете отвечать на вопрос? А, на вопрос буду отвечать. Ну, так а что ж вы растерялись? Все за вопрос по-английски. Ладно, да. Ну, вот сначала надо рассказать. Давайте так. Сейчас сквозной вопрос. Он. Он юморной. Это не серьезный вопрос. Нужно пошутить что-то. Пошутите, пошутите. А Виктория его бы готовила? Виктория приятелила? Да. Если бы не было бумажных салфеток, чем бы люди вытирали лицо? Рукавом, скатертью, либо лопухом? Ну, я думаю, что в старые времена вытирали бы этим скатертью, а одной раз и рукавом вытирали. Ну, Ярослав просто хотел, чтобы вы сказали лопухом. Просто, ну, пошутите, пошутите. Ну, ладно, хорошо. Это ваше право. Значит, скатертью, ну, и рукавом, да. Ладно. Давайте, на 10 сеансов, 2000 рублей, время идет. И мы задаем вот этот самый вопрос, за который нам нужно вручить вам приз. Итак, внимание. Сибирский соловей. Вот, смотрите, да, сибирский соловей. Что сразу ассоциация? С каким человеком приходит? Хворостовский. Да, Хворостовский. Николай Гаденко или Петр Славцов. Вот кого-то из них назвали в свое время, известный человек назвал в свое время сибирским соловьем. Как вы думаете, кого же все-таки назвал? Шаляпин с сибирским соловьем. Хворостовского. Гаденко или Славцов? Что-то ты сегодня вражь понимаешь. Я думаю, что Хворостовского. Хворостовского. Ну, считайте, Шаляпин назвал Хворостовского сибирским соловьем. Ой, ой, секундочку, Шаляпин. Не расслышал тогда. Шаляпин. 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 Федор Шаляпин назвал кого-то из этих тройки сибирским соловьем. Славцов, Хворостовский или Гаденко? Так, Хворостовского. Алло. Ярослав, давай еще раз, давайте подведем. Кого Шаляпин назвал сибирским соловьем? Славцова, Хворостовского или Гаденко? Все очень просто. А, тогда это самого первого Хворостова. Славцов все-таки. Вы считаете, что Славцов, а не Гаденко. Ярослав путал, 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 но все-таки вас не удалось запутать. Хорошо, время у нас просто мало, так бы я с вами разобрался, конечно. Поздравляем, поздравляем вас с удовольствием. Вручаем вам сертификат на 10, 10 cents. 10 cents, да. Ну вот, приходите к нам, забирайте с 11 до 3, мы с удовольствием вам вручим. Ну, а мы продолжаем разговор на английском. Сивиле Мустафаева нас посвятит, что же еще нас ограничивает в умении и изучении английского языка. Вы знаете, почему я решила приготовить эту тему? Потому что я увидела, что многие студенты часто говорят, я не могу, у меня не получается, или у меня не идет, причем часто используют частицу «не». Это прямо влияет на результат. Эти ограничивающие убеждения, они прямо влияют на результат. Соответственно, он очень низкий. Так вот, что нужно делать, как вы думаете, чтобы избавиться от этих ограничивающих убеждений? Ну, избавиться от частицы «не», наверное. Не знаю, честно. Избавиться, да, от частицы «не». А, вот так. Да, смотрите, вы можете выучить английский язык здесь, если создадите для себя среду. Например, нужно заниматься с правильным преподавателем, который с вами только говорит, не просто как репетиторы. Дома сидят вместе с вами очень медленно, чай пьют, булочки кушают и что-то там вы записываете, да. Нужен тот преподаватель, кто с вами говорит дальше аудио. Нужно слушать аудио каждый день по часу. А какое аудио? Давайте разберемся. А это нужно разбирать по уровню, то есть вы должны понять, какого уровня преподаватель вам характеризует ваш уровень и вы берете аудио именно этого уровня и постепенно поднимаетесь, слушаете каждый день. А слушайте, а если вот, допустим, смотреть, ну не знаю, Гамлет, вот действительно английскую версию на английском языке, это полезно, нет? Нет, это сложно будет. Вы знаете, я давно прочитала и, кстати, недавно сказала, что английский литературный язык, он мертвый язык, на нем практически никто не говорит. Хорошо, а что бы вас советовали, какой фильм чисто на английском смотреть? Какой фильм про «Летая над гнездом кукушки» интересный и многие другие фильмы. Ну, давайте уже подведем итог всего нашего вот разговора про ограничивающие убеждения в английском языке. Да, я желаю всем создать для себя среду, наверное, набраться сил, и это достаточно нелегко, набраться сил, зарыться в книгах, в аудио, пойти к правильным преподавателям и начинать изучать английский каждый день, погрузиться в среду. Ну что ж, дорогие друзья, мы вас тоже призываем с Ярославом, погрузитесь в среду, но в нашу среду, утро рабочего дня, включайте нас каждый день, как раз час утра рабочего дня вместе с вами. Ну, а английский язык учите по понедельникам. Гуды в Нью-Йорк, наша постоянная рубрика. Ну, а сейчас мы уходим.